Новый микрорайон по Челябинскому утопает в фекалиях. Дома заселили, а канализации нет. Жители жалуются, зловонное болото стоит прямо под окнами новостроек. Там огромная выгребная яма. Но застройщик уверяет, поводов для паники нет. Все вводят в строй по плану, скоро дойдет дело и до канализации. Ульяна Зайкова увидела, в каких условиях приходится жить новоселам. Этот ролик сняли жители микрорайона «Звездный». На кадрах видно, возле жилых домов выкачивают фекалии с помощью осенизаторской машины. Но далеко они увозят. Здесь же в лесу сбрасывают. По кругу растекаются черные зловонные реки. Жить рядом просто невозможно, жалуются люди из новостроек. Здесь даже можно утонуть. Опа! Да-да, да ну их нафиг. Еще не хватало искупаться в этом дерьме. Это зловонное болото разрастается с каждым днем. Местные жители рассказывают, сюда приезжают машины с фекалиями по нескольку раз в день. Люди уверены, это грозит экологической катастрофой. Трава в лесу перестанет расти, а дети начнут болеть. В микрорайоне «Звездные» недовольные жители выходят на пикет. Заявляют, когда покупали здесь квартиры, были уверены, что канализация точно будет. Но ошиблись. Вместо нее что-то вроде выгребной ямы. Стоят специальные баки, в них скапливаются фекалии. Потом их откачивают и увозят, как в обычном деревенском доме. Специфичный запах разносится по округе круглый год, даже зимой. А летом мух столько, что не спасает даже двойная москитная сетка на окнах. Открывай! Фу! Во! Полная! Только что машина, кстати, перед вами уехала. Рядом с ядовитым болотом с фекалиями просела дорога. Машина нашей съемочной группы увязла. Выехать получается только через час. А ведь просесть могут и фундаменты домов, панихуют люди. Правда, застройщик рисует немного другую картину. Вот презентационный ролик микрорайона. В нем показывают. Место экологически чистое. Летают журавли, рядом березовая роща и цветочные клумбы. Микрорайон «Звездный» – настоящий экопарк в 400 метрах от Челябинска. С его первозданной природой и чистым воздухом каждый получит возможность для отдыха и занятий спортом. Первое заселение в «Звездном» прошло в декабре 2014 года. А через несколько месяцев появился неприятный резкий запах. Выяснилось, что канализацию делать пока здесь не планируют. Слишком мало жителей. Стоков не хватает, чтобы запустить очистные сооружения, объясняет застройщик. Не знаю насчет запаха. Я его не чувствую пока. Честно говоря, когда мимо проезжаем, он всегда стоит от этих очистных чувакушек, которые были, есть все время и будет, наверное. Не знаю, я не уверена, что это наш запах. Но его пока я не чувствую. У нас хватает стоков. Просто если все заелится, будет еще хуже. Это жильцы получат через унитазы все домой. Тут же Жанна Костырева оговаривается. Проблема временная. Через три недели коллектор все же планирует ввести в строй. Но из жильцов за вывоз жидких отходов денег не берут. Что касается фекалий в лесу, заявляет застройщик, их сбрасывают не они, а кто-то другой. Запуска канализационного коллектора вместе со Звездным ждет и весь Кременкуль. В ту же систему будут уходить отходы всего поселка. Так что объемов точно хватит. Они построены, сети подведены, к Кременкулю подведены, но не запущены по причине, как нам тоже объяснили, недостаточно объемов. Подключают нас, потому что у нас нету очистных сооружений. Нас будут подключать в том числе. Жители надеются, раз микрорайон звездный, а улицы космические да галактические, то и инфраструктура скоро подтянется. Но ждать все же не стали. Уже обратились в прокуратуру и жилищную инспекцию. Считают, это ускорит запуск канализации. Ульяна Зайкова, Леонид Новожилов, ОТВ.